Девушки отдыхают Но вы с мамой разводитесь, да? Нет Чего ты взяла? Не глухая, потому что не слепая Тебе чего приготовить на завтрак? Да ничего мне не надо, отстанься Ну ты чего? Как же так-то? Чего ты к дочери прицепилась? Чего ты вообще встала? Господи, когда я с тобой разведусь? Что случилось? Почему все кричат? Да не кричи, отставать пора Сейчас за вами шофер приедет, в школу пора Доченька, тебе что приготовить? Кашку или оладушки? Да ничего мне не надо Ну как же так можно-то без завтрака? Господи Почему они меня все ненавидят? Да хоть бы ты сдох, скотина! Зверь, он хитрый Дробь, она дура На линию огня Ты же вроде бросил Деда не доходят Никому не выходить Иначе жопа, извиняюсь Будет как решето Поняли? Ну, разошлись, с Богом Я туда пашу Давай, с Богом Ладно Еще успею Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений Создано специальное подразделение Федеральная экспертная служба Новая структура оснащена самым современным оборудованием Которое позволяет проводить любые криминалистические исследования В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний Глава службы, доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина Ее заместитель, майор милиции Николай Круглов Программист и биолог Иван Тихонов Майор спецназа ГРУ Сергей Майский Патологоанатом Валентина Антонова И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая Сегодня им предстоит раскрыть новое дело МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект первого канала След Ну, все как обычно Заказ на охоту приняли на имя Григорьева Группа стандартная, 6-7 человек Ну, ясно Московские бизнесмены к нам пострелять приехали Приехали, бухнули, попарились Снова перекусили и пошли Как обычно Я так понял, что все эти мужики вместе работают Хрен их разберешь Может, показалось Да, среди них ни одного нормального охотника не было Вроде модное Они сами хуже дичи лезут Погибший Родион Григорьевич Григорьев Скончался в результате потери крови Ранение в области правого бедра и паха Дробью, предположительно, из охотничьего ружья Кровотечения Локальные, мелкие, капиллярные О, Галина Николаевна Я вот вас почему позвал Галина Николаевна А что это с вами? У вас вид не очень здоровый, а? Не заболели ли? Я вот не понимаю, от чего он умер-то? Вроде бы рана не смертельная Дробь осталась в мышце Ни артерии, ни вены не задеты Дробь мелкая В чем дело? От чего он потерял столько крови, что умер? Вроде бы первая помощь была оказана И скорая была вызвана Да, мне и самому это показалось странным Значит так Ружье исправное Дробь стандартная Определить, из какого именно ружья его убили Будет очень непросто Но у нас есть схема Какая схема? Они охотились по безопасной системе Сейчас я тебе расскажу, что это такое Посмотри Вот это лесополоса Вот так стояли охотники Первый, второй, третий, четвертый, пятый Григорьев, Чистов, Рожков, Жуков и Зубов Вот Номер первый Это погибший Чтобы ему попасть вот на эту В эту огневую зону Ему нужно было вот отсюда Очень быстро выскочить вот сюда Вопрос зачем? Ну вот, Идрян Им говорят, не лезь под выстрел Не лезь Они лезут и лезут То ли от водки То ли от головы Третье ранение за сезон Так раньше-то никто не погибал Слава тебе, Господи Два раза в зад заряжало А что этот мужик помер? Я не понимаю Мы же стреляем Мелкого зверя Зайца, лису Дробь вот На дереве есть царапины Следы дроби Значит так, давайте еще раз по схеме Объясните нам, кто где здесь стоял Хорошо? Вот здесь подпишитесь сначала Я понимаю, глупо Переживать из-за собаки Когда гибнут люди Но Юська прожила с нами 16 лет У вас лабрадор Да, у отца В общем, был лабрадор Да Ну что у вас выходит-то? Да ерунда какая-то выходит, Петр Сергеевич Классическое гемофилии я у него не обнаружила А свертываемость крови практически на нуле Чего он умер? Вот Он принимал препарат, от которого настолько снижается свертываемость крови? Он что, чем-то страшным болел? Да нет Он был здоровым человеком По крайней мере, ничего патологичного я не вижу А зачем же он пил это лекарство? Надо бы запросить его в медицинскую карту Я их расставил по местам Дал команду Не могли они стрелять друг в друга? Не могли Григорьев, по-видимому, сам вышел в зону огня И, судя по следам крови, он стоял где-то здесь Все верно А должен быть там То есть получается, что Григорьев должен был отойти метров на десять Да И... или кто-то воспользовался этим обстоятельством Либо выстрел был действительно случайным Стрелять должны были отсюда Вы помните, кто из заходников здесь стоял? Ну, номер пятый тут стоял Такой Мужик Фамилии не знаю Григорьев мог попасть на огневой рубеж Только в том случае, если шел кому-то из этих двоих Угу А здесь находились Номер три Рожков Ключевой заказчик погибшего И номер два Степан Чистов Сотрудник фирмы погибшего Интересно Они не могли предвидеть появление погибшего Поскольку стреляли в несчастного зверька Ну, тогда получается, что его смерть – это случайность Упакуйся с миром Погибший Григорьев применял препарат Ларготин G12 Не показанный ему медицинским назначением Что-то наше запаздывает, да? Начальство никогда не опаздывает Это мы и раньше пришли Что-то как в первый раз Итак, начнем Прошу прощения за опоздание Но нам всем ничего не ясно Но так как нам всем должно быть все ясно Мы должны сделать все для того, чтобы нам было всем все ясно Иначе нам говорили Всем ничего не ясно Спасибо Ну, главную мысль вы озвучили Теперь перейдем к деталям Я вас слушаю Деталям Ну Разумительно А в остальном? Погибший Григорьев Был крупным бизнесменом Совладелец сети ресторанов оба-на Кстати, пельмени там Во Женатый, имеет две дочки 14-16 лет Отличный, положительный мужик Я однозначно могу сказать Он умер в результате потери крови Спровоцированный приемом препарата Ларготин G12 И если бы не выстрел Он все равно бы мог умереть Ну, скажем, от пореза Запрос в поликлинику сделали? Да Да, он наблюдался в частной клинике Здоровая нация Имел своего лечащего врача За день до отъезда на охоту Обращался в клинику С жалобой на общее недомогание Даже сделал анализ крови Но не успел результаты забрать Вот они Срочная госпитализация Выходит, если бы он не получил этот заряд Он бы... Вот именно Он бы начал выяснять Откуда в его крови этот препарат Ну, возможно, он сознательно принимал этот Аларготин G12 Нет Его лечащий врач клятвенно Заверяет, что Григорьев следил за своим здоровьем По каждому пустяку даже при насморке вызывал его на дом Принимал витамины Даже курить бросил год назад Да, и этот препарат ему никто не прописывал Подождите, подождите Я вот одного не понимаю Если он мог умереть от простого пореза Как он сдавал кровь Ну, во-первых, там прокол небольшой Угрозы для жизни никакой Возможно, у него, конечно, из пальца какое-то время шла кровь А кто стрелял? Выяснили? Да Ну, скорее всего, выстрел был случайным Потому что погибший сам вошел в зону огня Да, стрелял в нем некто Степан Чистов Сотрудник фирмы погибшего Его бывший одноклассник Чистова мы вызвали сюда Почему ты считаешь, что выстрел случайный? Ну, потому что там зверюшка была И стреляли, скорее всего, по зверюшке А погибший просто по глупости вошел в зону огня и все Ну, что же, Чистов не видел, куда он стреляет? Галина Николаевна, вы хоть раз на охоте были? Не были Господа офицеры Ну, какие зверюшки, если ежу ясно, что это не случайный был выстрел И именно стрелявший Подсыпал вот это вот Ж-12 Вот погибшему, понимаете? Почему? Вот у меня все документы На Чистова Оказывается, они с погибшим Григорьевым Из одного города, из Самары Чистов приезжает в Москву Обращается к Григорьеву Говорит, Григорьев, помоги мне Пожалуйста Он говорит, пожалуйста Он дает ему взаймы Очень крупную сумму денег Под расписочку 750 тысяч рублей 30 тысяч долларов За такие деньги Кого угодно можно убить Это мотив Простите Спасибо огромное Я все закопить, Григорьев Ты даже не сомневайся Пиши Че писать? Расписку пиши Или ты думал, что я тебе деньги по честное слово дам? Да, Родик Изменила тебя столица Давай без лирики Пиши, или я деньги заберу Диктуй Ну что, сами все расскажете Или мне вам помогать? Не понимаю Ну, знаешь, помогать Следствием доподлинно установлено Что именно вы стреляли в Родиона Григорьева Я? Господи Слушайте, ну что вы правы как маленькие? Вы же не знали это Не знал Я не уверен Это не я Так, вот, кстати, у вас есть и мотив для убийства Расписочка ваша Вот, я, Чистов Степан Сергеевич, получил У Григорьева 750 тысяч рублей Подпись ваша Послушайте, ну, это невозможно А такой дробью убить невозможно Это абсурд Вообще-то вы правы Нормального здорового человека С нормальной свертываемостью крови Убить дробью невозможно Но вот если он болен Гемофилией Да еще привитый искусственно Вот тогда Гемофилия? А вот почему мы кровь не могли Остановить, а? Я ничего не знал И, слушайте, откуда он Всю жизнь был здоров, как бык? Рудяй, что, Рудяй? Ай, ничего Нога Мужики, сюда Нога Ничего Ничего, мужик Все это ерунда Надо... Что делать? Скорую вызывать Звони быстро Возьми, перетяни Перетяни, муж готов Мы же видели Ни одна вена не задета От этого не умирает Кровь все шла и шла Скорая приехала Только через три часа Понятно От Рязани еще 60 километров Там дороги ужас Мы дотащили его до сторожки К егерю Пытались Кровь остановить Рану как-то обработать Не понимаю, почему мы не можем остановить кровотечение Я сам не могу понять Степа Рудяй, милый, потерпи, потерпи, Рудя Степа Рудя Рудя, ну, Рудя! Я пытался его спасти Я не хотел Понимаете? Я не стрелял в него Я его не убивал Я вообще не уверен Что это... У нас не было времени разобраться Кто стрелял, понимаете? Мы Родьку спасали Ну, так а долг? А что долг? Я не отрицаю Я ему должен Про болезнь нету Я вообще ничего не знал Я Родьку спасал Понимаете? Значит так Поедете с нашими сотрудниками В Рязанскую область На место преступления Покажете им Все, как было Это будет следственный эксперимент Все Хорошо Так, мужики Шабаш курить Значит так Вот здесь по лесу Стоят красные флажки Вы по этим флажкам Становитесь Стоите И ничего не делайте Пока я не скажу Ясно? По местам, ребят Так ты здесь стоял? Ну да Слышь, Кусь Ты не знаешь Здесь кабаны есть? Есть Да ладно Что кабаны? Вчера мужика Медведь задрал Вот это да Да ты что? Да Знаешь, говоришь Не видел, в кого стреляешь Не видел Ну лес Кусты, снег Мы по номерам стояли Я правильно стрелял Слушай, дорогой мой Ты мозги-то мне не пудри Ладно? Ты не мог не видеть В кого ты стреляешь Ты нарочно в него выстрелил Потому что знал Что он умрет От кровопотери Да ничего я не знал Понимаете? Ну не знал я Не знал Так ты говоришь, медведи Медведь Слушай, мы поехали отсюда Поехали Мужики Шабаш, сворачивайся Все Не убивал я Не убивал, господи Ну поверьте Не убивал я Я землю жрать буду Не я убил Ясно? Ну Родька мне помог На хрена мне его убивать? Еще пару месяцев И он бы мог умереть От банального синяка То есть? Объясняю Кровь в организме Человек обновляется Состав крови Меняется От стрессов Лекарств От ситуации Но изменить полностью Состав крови Возможно Разве что за полгода Получается В течение двух месяцев Его Просто кто-то убивал? Ну похоже Похоже Что так И судя по анализам погибшего Ему давали этот препарат Не менее двух месяцев Два месяца Выходит это кто-то из близких Чистов точно не виноват Ну что Материалы по делу Чистова Мы готовим для передачи в суд Пусть там разбираются Да какие материалы? Очевидно, что Чистов стрелял случайно Неумышленное нанесение телесных повреждений Средней тяжести, я думаю Все свидетели Подтверждают Что и они И Чистов пытались спасти Григорьева И скорую помощь вызвали И перевязку сделали Но, к сожалению Все впустую Он был обречен А что получается Мы все начинаем с чистого листа? Не совсем Во-первых Погибшего кормили этим лекарством В течение двух месяцев Регулярно То есть это кто-то из близких А во-вторых Погибший по словам Чистова Собирался подавать на развод Жена могла потерять все А теперь она все унаследовала Так? Это стоит проверить В принципе Вполне вероятно Что супруга могла подсовывать им эти лекарства Знаешь что? Отправляйся к сотрудникам офиса погибшего Ну а Котов поедет на квартиру Григорьевна Так значит говорите Мама на работу поехала к папе в офис Я вообще от мамы в шоке Круто она изменилась У нас мама всегда была забитой провинциальной дурой Мы вообще в шоке Она теперь такая деловая стала И домработница наша уволилась А что вы тут ищете? Да сам не знаю пока Ничего конкретного Это так странно Был Родик И нет Родика Родик? А вам что еще не доложили? О чем? О том что он Родик? Вы же здесь всех сотрудников опросили И продолжаете прикидываться неосведомленным? Алиса Юрьевна Я конечно понимаю что вы женщина Красивая Но постарайтесь выражаться яснее Хорошо Специально для вас Мы с Родионом Могли бы быть вместе И вы это знали А что? А то я знаю в какой папу суд Заявление на развод подал То есть? Маму с папой на развод подали Лиз Что Лиза? Что скрывать? Они все равно все узнают? А вы думаете это Мама чистого попросила Чтоб папа подстрелил? Он собирался разводиться с женой Потому что я поставила ему условие Что я могу быть только я одна Никакой семьи, никакой жены Только я Я не могу быть любовницей женатого мужчины Это понятно? Да Олесь Поедем ко мне? Зачем? Ну как зачем? Пить шампанское Уродик милый Ну мы же с тобой уже таковарились Пока ты не разведешься Со своей женой Мы будем пить шампанское Только в ресторане Родик, ну зачем? Со своим в ресторан Не пускают Я узнал, что он часть фермы Перевел на меня Он как-то так собирался Развестись с женой Чтобы она не могла претендовать На половину его имущества Он специально для этого адвоката нанял Да Ушла и... Мама, и вы здесь Очень хорошо Вы ведь из милиции? Да, из милиции Я вам должен открыть глаза на эту стерму Это она могла нанять этого чистого Чтобы он убил моего мужа Да Как интересно И зачем? А потому... Это скорее уж вы пытались его убить Потому что он хотел с вами развестись А ну пошла вон отсюда Это моя фирма Вон! И моя тоже Вон! Субтитры сделал DimaTorzok А кто это пьет? Не знаю Родители, наверное Папа Он решил вести здоровый образ жизни Онкологическая еда Отказ от вредных привычек Витаминки А зачем вы их забираете? Адвокат как священник И ни один уголовный суд Не заставит меня рассказать что-либо о моем клиенте И я ничего не знаю Мне пора Дела Семен Агданович Зато я кое-что знаю Например О вашей гениальной схеме Об уклонении от налогов Или о том Как вы состряпали алиби Одному очень известному человеку Да еще Кроме того Я могу вам рассказать Как вы умеете отдыхать по четвергам Попрошу без имен Да Родион Подал заявление на развод А это я уже знаю А меня интересует подоплека А суд должен был состояться на этой неделе Так это я знаю Он собирался выплачивать Минимальные алименты своим детям Все имущество фирмы оставить себе Это была его собственность А потом его жена По какой-то счастливой случайности Заполучила все состояние, да? Ну да Лариса подняла Родиона Она шла с ним с самого низа И после этого развода Она осталась бы без крыши над головой Вам, наверное, известно Что Лариса не прописана в квартире Родиона А по-прежнему прописана в Саратове У своей матери в коммуналке Так вы мне расскажите Как же супруг смог лишить состояние Свою жену? Ну а что же вы хотите? Профессия у меня такая Родион подал первое заявление на развод Где-то год назад А Лариса подала заявление на раздел имущества Родион забрал свое заявление И обратился ко мне А потом вы посоветовали Все перевести на какого-нибудь дядю Из Урюпинска Да еще с элементов можно было сэкономить, да? Ну, дядю это не актуально Все свое имущество нужно переписать Кое-что на любовницу Кое-что на того же дядю пресловутого Кое-что верным друзьям Ну и так далее Кстати, бесплатный совет даю Вот спасибо-то вам Услужили Да Интересно получается Девочка решила спасти своего молодого человека Да, некий Ларик Попал на большие деньги Настоящее имя Ларин Виктор Семенович Мы пробили его адрес А фотография была в ноутбуке В фотофайлах Сейчас Лисицын к нему поехал Ну вот тебе и мотив Вот только доказательств никаких Вот витамины в банке были подменены На этот самый аллорготин G12 Банально, жестко и просто Очень по-женски G12 Жена Лариса У нее был и мотив, и возможность На баночке с витаминами Где кроме безвредных БАДов Обнаружено опасное лекарство Аллорготин G12 Кроме отпечатков пальцев вашего мужа Обнаружены только ваши отпечатки Вот, посмотрите Мы правильно Я же сама их и принимала Вы считаете, я его этим кормила? Ради денег, я думаю Дело в том, что аллорготин G12 Вызывает гемофилию Проще говоря, искусственную гемофилию То есть ваш муж Через два месяца мог умереть От банального пореза или гематомы Ваш муж принимал препарат В течение двух месяцев Домработница ваша это сделать не могла Поскольку, поскольку Уволилась уже как две недели А запас таблеток был пополнен Совершенно недавно Пять дней назад И вы считаете, что это я Потому что муж Собирался лишить меня всего И даже Крыша над головой Считайте Я виновата Ой Что с вами? Вам плохо? Вольно Врача! Субтитры сделал DimaTorzok Скорую я вызвал Скоро будут сюда Что с ней? Похоже на внутреннее кровотечение Рентгенский снимок сейчас будет Я ушел, а то Спасибо Петр Сергеевич Возьмите у него пробу крови Да, да, да Я уже тоже об этом подумал Укол я уже сделал Не беспокойтесь Врач скоро будет Спасибо Спасибо Так Ага Ну что там? Инородные предметы В верхней части правой почки Вот это да Так, стой Ну-ка дай сюда Что случилось? Сладкое детям вредно Для зубов У вас сестру один компьютер на двоих? Нет, у нас у каждой свой ноутбук Забавный интерес у этой девочки Химия и медицина А вот это действительно интересно Что? Посмотрите, она покупала лекарства в интернет-магазине В крови супруги погибшего Обнаружен препарат Аларготин G12 Девочки Еще раз прошу вас честно признаться Кто из вас подменил Таблетки Вот в этом пузырьке Ну мы же все равно это выясним А почему вы думаете, что это мы? Может быть это наша домработница? Она недавно уволилась Или наша мать Ей была выгодна смерть отца Да как ты вообще так можешь говорить? А что это не так? Отец хотел ее бросить и оставить без гроша Она желала его смерти И на ту напал, понял? Сам еще пожалеешь Я жалею, что 20 лет назад тебя встретил Марш отсюда! Жалеешь? Жалеешь, что я тебя из грязи вытащила, да? Вот оно тебе спасибо! Ты мое спасибо 20 лет кушала Хватит! Все! Так, девочка, и ну-ка успокойтесь Между прочим, ни одна из вас не полюбопытствовала А как чувствует себя ваша мать? Хотя недавно ей сделали операцию Она перенесла очень сложное внутреннее кровотечение Она так же, как и ваш отец Принимала таблетки вот из этой баночки А потом кто-то из вас Насыпал битого стекла родителям в их завтрак Так? А может быть вы обе придумали этот нехитрый план? Я вообще здесь ни при чем Я эти стекла чуть сама сегодня на завтрак не съела И вообще, если уж на то пошло То она тоже боялась, что родители разведутся Мы будем жить с мамой И ей никогда не будет хватать денег на шмотки А ты? Ты хотела учиться в Англии А ты что думаешь? То, что я не слышала, как вы с папой разговаривали Ты просила у него деньги И, между прочим, очень много По какому праву вы нас допрашиваете? Мы несовершеннолетние Виктор! Да что вам надо отвалить от меня? Так, тихо, тихо, тихо Усёк? Я ничего не знаю Она сама предложила Я не знаю, где она такие деньги взяла Так, давай рассказывай, все по порядку В общем, влип я задолжал Сколько? Сто штук, баксов Одному серьёзному человеку Да, и как же так вышло? Да ерунда какая-то Я должен был деньги отвезти кое-кому Да мне по башке надавали Сказали, три дня сроку А где я такие деньги возьму? Кто мне даст? Я и так весь по уши в кредитах Не знаю, если бы вовремя не выплатил Всё, крышка мне Они у меня ещё на хвост сели Никак не отвязаться В общем, она сама предложила Это финиш, он меня прибьёт Не прибьёт Успокойся, сядь Чего? Какой сядь? Чё ты вообще? На хрена я вообще сюда пришёл? Чё ты как девчонка себя ведёшь? Заплачь ещё? Отвали Я достану деньги Где ты их достанешь? Банг рабанёшь? Ты что, забыл, кто мои родители? Прямо они тебе так и деньги дадут Дадут Никуда не денутся Ну что, поехали к твоему? Кому ты деньги вёз? Зачем? Мои родители так быстро деньги не дадут А тебе через три дня отдавать Ну да Поехали просить об отсрочке Предложила что? У кого и подо что? Ну как раз того человека, которому я сдолжал Под деньги своих родителей Папашка-то у неё богатый На два месяца сроку А расписки были? Да какие там расписки? Если она вовремя ей деньги не отдаст То меня и её грохнут Вот и вся расписка Поехали Поехали, поехали, поехали Давай Ты взяла кредит под состояние своих родителей Наверняка перед этим ты просила денег у отца Но он тебе отказал И тогда ты решила убить Либо мать, либо отца Ну а если выйдет и их обоих? Довольно жестокий расчёт В твоём юном возрасте Ну и зачем мне это? Если умирает твой отец То наследство остаётся в семье Он ведь не успеет развестись Ну, а повлиять на мать для тебя не проблема Если умирает мать То отец ради твоего утешения Не откажет тебе в этой сумме Но уж если умрут оба Так уж совсем хорошо Вот он, кратчайший путь к деньгам По интернету ты нашла и заказала препарат Который через два месяца Меняет состав крови Человек становится практически гемофиликом Любая рана, ссадина, порез Приводит к обильным кровопотерям Вместо витаминов, которые принимали твои родители Ты подложила аллорготин G12 Оставала стойкость провоцировать ранение Именно поэтому ты подмешала толчёное стекло В хлопья, которые твои родители употребляли на завтрак Внутреннее кровотечение не менее опасно Именно толчёное стекло Которое практически незаметно Ну, даже если и так Как вы это докажете? Ты заказала и оплатила Аллорготин G12 И у нас есть доказательства? Нет доказательств Лекарство было оплачено кредитной картой моего отца Его просто принесли к нам домой Может быть, его папа заказал Или мама А может, сестра Я просто приняла посылку, вот и всё У тебя был мотив Ты ведь хотела спасти этого своего Ларика Который, кстати, сдал тебя по полной Плюс ваша с ним переписка В которой ты обещаешь найти деньги Даже под залог состояния своего отца Я просто сумела договориться с большим дядей Большой серьёзный дядя ведь не даёт показаний, да? Надо будет даст И вот ещё что Нам удалось взять образец ДНК С тех стёкол, которые мы нашли возле вашего мусорного ведра Ты ведь порезалась, когда толкла стекло? Полюбуйся Это результат экспертизы Ты попалась, Лиза Вы не понимаете Его точно бы убили А я могла его спасти Я люблю его Всего лишь нужны были деньги Я просила своих родителей Просила, просила Они мне отказали Пап Я хочу с тобой поговорить Ну говори, говори Мне нужны деньги Вчера вечером я тебе давал Мне ещё надо Ну возьми вот там на столе Пап, мне нужно больше Сколько? Сто тысяч Что? Долларов Пап, мне очень нужно Очень Ну дашь? Мне там Я её маму просила Она тоже отказала Когда я всё это и придумала Лиза Ты прекрасно понимала Что делала Ты хладнокровно Убивала своих родителей Два месяца Да И сделай бы это снова Для Ларика Ну что ж Я надеюсь, что он будет Носить тебе передачи Хотя очень сильно сомневаюсь Субтитры сделал DimaTorzok